Зимник откроют к концу этой недели, но только для грузовых автомобилей. Водителям легковушек придется ждать благоприятные погоды, а именно снегопадов. Такое решение приняли члены экспертной комиссии после выезда на строящуюся зимнюю автодорогу Нарьин-Марусинск. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. Главная причина, по которой откладывается столь долгожданное всеми жителями региона событие – открытие зимника Нарьин-Марусинск, отсутствие снега. Работы по обустройству временной автодороги выполнены на 70%. По прогнозам, ее планируют открыть уже в конце этой недели. Ведутся работы по намораживанию переправ, устройство снеголедовых дамб и выравнивать 7 полотна автозимника для более комфортной езды на дороге. Контракт на обустройство и содержание зимника в этом году был заключен с компанией «Транстор». Сейчас здесь работают 25 единиц техники – бульдозеры, самосвалы, кировцы. Протяженность зимника составляет 55 километров. В процессе уже будем дорабатывать все недоделки. Конечно, особо, что мешает работе – это отсутствие снега. Поэтому дорога пока имеет такой неровный вид. Между тем, рабочие занимаются установкой сигнальных вех, ориентиров для водителей, попутно ставят дорожные знаки. Устанавливаем вехи сигнальные для того, чтобы были ориентиры для водителей, которые двигаются по этому зимнику. Также попутно ставим дорожные знаки, усиливаем ледовые переправы путем полива. Еще производим пролив снежных дамб, которые наталкивались и делались из снега. После того, как зимник будет принят в эксплуатацию, рабочие займутся его содержанием – укреплением снежно-ледового наката, проливая его из водовозок. А в метели, если такие случатся, будут расчищать снегоуборочной техникой. Для этих целей у компании имеются шнакоротеры и бульдозеры. Организованы будут здесь ДРП, которое будет, мало ли, в каких-то сложных ситуациях принимать людей для обогрева. Также размещен пункт, ну как, столовая, чтобы люди питались. И будут отдельно спальные места для тех, кто попал в сложную дорожную ситуацию. Кроме того, в начале и в конце зимника оборудуют контрольно-пропускные пункты. Там также будут места отдыха, столовые и туалетные комнаты. Окончательное решение об открытии временной автодороги будет принято после обследования ледовых переправ. Движение будет открыто только для грузового полноприводного транспорта. Это связано с тем, что мы не можем обеспечить на сегодняшний день, в связи с отсутствием снега в тундре, ровность покрытия, которая обеспечит безопасное движение легкового транспорта из Наринмара, Усинска. Водителям легковушек придется подождать. Возможно, в регион придут снегопады. И тогда удастся дополнительно наморозить зимник и выровнять проблемные места для них. Снега нет, мы не можем сделать нормальную ровную поверхность, поверхность покрытия зимника. И поэтому движение будет только для грузового полноприводного транспорта. Ориентировочная дата открытия зимника – 16 января. И если все заключения приемной комиссии будут положительными, временную автодорогу наконец откроют. А пока водителей просят повременить и не рисковать с собой автомобилем. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Азартин «Север». Азартин «Север»